Погода на этой неделе преподнесла очередной сюрприз. Сильные морозы и снегопады вдруг сменились резким потеплением. Как показывает многолетняя практика, за такими температурными плюсами очень часто скрываются и минусы, влияющие на нашу с вами безопасность. Заснеженные крыши и свисающие с них сосульки несут смертельную угрозу. Как не стать заложником сложившейся ситуации, что предпринимают коммунальные службы и готовы ли спасатели своевременно оказать помощь пострадавшим. Об этом в нашем следующем материале. ЧП не заставила себя долго ждать. Буквально на следующий день после потепления в городе Горки соседней Могилевской области под тяжестью снега рухнула крыша дома. Семья, услышав непонятный треск, спешно покинула помещение. Крыша словно по маслу сползла на землю. К счастью, обошлось без жертв. Теперь 64-летняя женщина вместе с сыном и его сожительницей вынуждены будут проживать в общежитии. Внучка до окончания ремонта пока погостит в социально-педагогическом центре. Основными и наиболее опасными воздействиями на несущую способность конструкции крыши являются снеговые и ветровые нагрузки. Расчет данных нагрузок производится проектными организациями еще на стадии проектирования и строительства. В этом сезоне наша область такие несчастья пока обходят стороной. Многомельчане еще помнят обрушение кровли ледовой площадки на улице Косарева, где было несколько пострадавших. В марте того же года вблизи деревни Семеновка Речицкого района рухнула кровля одного из сараев молочно-товарной фермы «Ксуп Фрунзе Агро». Благодаря оперативности спасателей и помощи работников предприятия шесть коров было освобождено из-под завалов. Причина всех этих несчастьй лежит на поверхности в прямом смысле слова. «Последние два дня было очищено от снега на леде сосулях более 2100 кровель. Из них более 500 это в городе Гомеле. Эта работа ведется постоянно, находится на контроле. На сегодняшний день по оперативной информации в Гомельской области работает более 30 единиц техники и задействовано более 190 человек на очистке кровель жилых домов, зданий и объектов ЖКХ. Также хочу обратить внимание на собственника и балансодержателей зданий и сооружений, жилых и нежилых, о том, что необходимо также проводить такую работу на своих объектах в целях исключения обрушения кровель и исхода снега и падения сосулек на проживчасть и пешеходной дорожки». Температура воздуха сейчас на 5-7 градусов выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, оттепель и осадки сохранятся и на выходных. Огромные сугробы повсеместно расположились как вдоль дорог, так и на кровлях жилых домов и административных зданий. Но по разным причинам многие домовладельцы не воспринимают нависшую опасность всерьез. Однако приведенные примеры свидетельствуют об обратном. Поэтому пока беда не постучалась в двери, следует позаботиться не только о крыше над головой, но и быть внимательным при передвижении по улицам города. Коммунальные службы региона из-за резкой оттепели переведены на усиленный режим работы. Сосульки и тонны снега ежедневно сбрасывают с крыш многоэтажек. Обрушения кровель происходят в области ежегодно, и в всякий раз это случается, когда выпадает большое количество осадков в виде мокрого снега или наблюдается сильный ветер. Спасатели вместе с другими аварийными службами отрабатывают все возможные чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными, погодными условиями. Накануне потепления широкомасштабные тактико-специальные учения прошли в Светлогорском районе. В рамках учений отрабатывались ситуации с отключением электроэнергии на молочно-товарной ферме при остановке подачи газа и теплоснабжения в населенный пункт заторы на автокрасах, произошедшие в результате ДТП и снежных переметов. Присутствующим была продемонстрирована специальная техника Светлогорского района, предназначенная для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всю следующую неделю синоптики обещают, что столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки, поэтому спасатели еще раз рекомендуют провести очистку крыш, а собранный снег вывести с территории организации и придомовых площадок.